Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, продолжаем следить за новостным фоном и событиями, которые случаются на финансовых рынках и создают, собственно, вот эти движения, интересные для нас, для спекулянтов, потому что только за волатильностью кроется. Возможности, которые мы стараемся использовать, друзья, из-за дня в день. Собственно, за этими возможностями мы с вами и охотимся. Сегодня день тоже будет довольно интересным по событиям. В частности, прежде всего, на что нужно будет обратить внимание, это на европейскую валюту, потому что на повестке текущих, скажем, предстоящих ближайших часов это выступление Драги, председателя Европейского Центрального Банка, после чего мы переключим свое внимание на оценку текущей проводимой экономической политики по мнению главного экономиста Европейского Центрального Банка Апитра Прата. И также сегодня нас еще и ждет выступление Витора Констанца. Ну, в целом, чтобы не забивать вам голову отдельным акцентом на каждого из указанных чиновников, я хочу, чтобы вы понимали, что политика, она в рамках ЦБ сейчас едина, и указаны три представителя, они, в принципе, выступают за то, что эта политика должна оставаться мягкой. И надеюсь на то, что для многих из вас, кто на постоянной основе следит за брифингами, то есть не пропускает их и вместе со мной работает с новостным фоном, который складывается на рынках, мягкая политика и вот эта формулировка, она уже изначально позволяет делать выводы о том, что в связи с этим долгосрочно позиционно и системно должно происходить с главным валютным риском, то есть с европейской валютой. Ну, безусловно, могут быть сюрпризы, неожиданности, мы будем следить за этим, ну, возможно, даже по грязным сюрпризам. Эти брифинги, в принципе, и сам акцент на новостные события, он приобретает совершенно другой окрас, новости становятся интересными. И работать с монотонностью не очень-то, собственно, располагает к сохранению бодрости, скажем, а вот если на рынке происходит что-то действительно стоящее, это, напротив, только усиливает, скажем, наше внимание, оставляет и сохраняет нас в тонусе, позволяя проводить, может быть, даже большую активность и более активные торги даже в рамках довольно коротких промежуток времени, связанных с одной торговой сессией. Дальше мы переключимся на статистику из США в 15.30 в полносковском времени ироничные продажи, которые по части усилят эффект от вышедших накануне данных по инфляции. И замыкает день будет статистика, которая крайне интересна для тех, кто торгует нефтью, это запасы нефти в США, запасы в целом билдородов, бензина, дистиллятов, ну и, безусловно, динамика прироста нефтедобычи за неделю минувшую. Я предлагаю, друзья, остановиться сейчас на самых актуальных в связи с таким экономическим календарем инструментах и поговорить о них подробнее. Начнем мы давать с нефтянки. Цены на бренд продолжают держаться ниже 65 долларов за пароль 64,71. Это закрытие вчерашнего дня. День был волатилен, но все равно с небольшим снижением мы продолжаем держаться, вот, получается, ниже планки вот этого сопротивления. И пока цены находятся ниже, ну, безусловно, нам приятно констатировать такую динамику. Мы понимаем то, что вероятность похода к более нижней границе поддержки, которая у нас сейчас, значит, в отменке 60, она гораздо выше, чем появление ни с того, ни с сего на рынке какого-то позитива, который сможет снова вернуть котировки выше 65 долларов за баррель. И за неделю в неделю я делаю акцент на то, что именно активность американских производителей нефти, именно Соединенные Штаты Америки, являются сейчас основным поставщиком главных новостей, влияющих исключительнейшим образом на то, что происходит на рынке нефти. И рост активности американских производителей является главным риском для всего рынка углеводородов. Поэтому, когда у нас есть возможность с вами посмотреть на официальные данные, мы понимаем то, что это данные, за которыми следят все недвиженники, потому что это как раз та статистика, которая и спровоцирует мощное движение. И только лишь оценка этого фундамента заранее, которую мы с вами проводим, позволяет нам настроиться на тот сценарий, который в итоге будет притворен в жизнь. Вот, собственно, по данным сегодняшним. Вчера, как вы знаете, состоялась статистическая репетиция. Это выход данных от Американского института нефти. Запасы выросли. И мы сегодня тоже, соответственно, по преемственности ожидаем то, что запасы должны вырасти уже и от администрации политической информации, то есть и от специальных данных. Если мы посмотрим и будем ориентироваться не на наши субъективные ожидания, а на опросы аналитиков Global Platz, S&P, то тоже ожидаются и прогнозируются увеличение запасов на 2,5 миллиона. Будем ориентироваться на эти х-цифры. Ну, я думаю, мы можем сразу сказать, что куда более интересным для рынка будет статистика по росту объема добычи. И с нетерпением, друзья, я буду ждать завтрашнего брифинга, чтобы рассказать вам, уверен, еще одну неделю прироста, которая снова позволит нам вернуться к идее, ну, просто существенного буста по объемам нефтедобычи в Штатах. Ну и, разумеется, вернуться к идее и перенасыщения рынка, вернуться к идее и снижения эффективности усилий ОПЕК. И вот то, что объемы добычи растут, вы это знаете. У нас уже несколько недель подряд прирост. Я даже приводил статистику, что только за две минувшие недели прирост составил 100 тысяч, а только позапрошлую неделю прирост превысил 80 тысяч баррелей. И, соответственно, опираясь на эти данные, администрация электрической информации уже пересмотрела прогноз по нефтедобыче на предстоящий месяц апрель, ожидая и подняв планку по сланцевому производству на 131 тысячу. Я уверен, друзья, то, что мы можем позволить себе сделать ставку на то, что производство вырастет еще существеннее. Чем более выраженным будет этот рост, тем более очевидным для многих станет раскол, который явно уже назрел среди представителей ОПЕК. И потому что Штаты уже вынуждают, а многие регионы, которые с неохотой соглашались на снижение объемов добычи нефти в рамках членства энергетического пакта, ну, сейчас, конечно же, уже звонят вот эти, скажем, простите за таптологию, звонки, которые являются и признаками того, что эта сделка не работает, и проигравших как раз страны ближневосточного картеля, потому что они продолжают терять свою долю. Вот почему, друзья, я делаю акцент на то, что мы должны ждать, мы должны быть уверенными практически, что первый прецедент выхода из этого энергетического пакта может произойти раньше, чем прогнозируется. И мы помним комментарий министра нефти Ирана о том, что в июне будет поднят вопрос о выходе из соглашения. Но я думаю, что если в ближайшем месяце Штаты продолжат увеличивать нефтедобычу, как вы понимаете, я в этом не сомневаюсь, и, скорее всего, так и будет, они отнимут у ОПЕК еще большую долю азиатского рынка, и тогда странам ближневосточного картеля, некоторым представителям и участникам энергетического пакта, не останется ничего другого, кроме как, возможно, досрочно снять с себя обязательства и начать увеличивать добычу. Поэтому сегодня мы ждем статистику от администрации энергетической информации, и по мере появления сигнала того, что производство нефти снова увеличилось, думаю, что получим хороший повод продать нефть и приблизиться к отметке 60 долларов за ампарль. Ну а как будет на самом деле, пока же, безусловно, время, завтра мы как раз этот отчет и разберем. Рубль 5702, даже несмотря на политические факторы, скажем, в большей части позитивная в связи с выборами, рубль вынуждена слабеет по мере снижения цен на нефть, и эта динамика будет сохранена и дальше. Полномерно мы приближаемся к ориентированным 58-59 цель, которая является также не целью, где нужно будет, скажем, выходить из длинных позиций по паре доллар-рубль, либо по паре евро-рубль. Это ориентир, и я так называю, такие моменты пограничные, которые заставят рынок перепозиционироваться, и, возможно, заставят переосмыслить будущее ожидания по рублю, уже осознав тот факт, что последняя складывающаяся экономическая конъюнтура, ну, явно не способствует тому, чтобы рубль охрепчал. Доллар, японская иена, ха, чашка дня, 107.28. Вот буквально первую половину дня мы с вами наблюдали, как американская валюта росла. Сначала стремилась довольно быстро к сопротивлению 107 против иены, потом это сопротивление пало, хотя оно стало таким неприступным барьером даже после выхода данных по американскому рынку труда минувшую пятницу. Но все-таки в этот раз этот уровень, скажем, преодолеть удалось. Но закрепиться выше не случилось, и на текущий момент доллар и японская иена торгуются уже снова ниже на отметке 106.45. Давайте посмотрим теперь за событиями, которые были определяющими для доллара. Их за минувший день на самом деле накопилось довольно много. Я сейчас проведу анализ, а вы уже в целом будете решать, прав, влия в оценке того, что какой-то вот из этих новостных триггеров оказался основным и определяющим именно для, собственно, того поведения, которое мы видели по надолгу. Сразу хочу отметить то, что на поездке вчерашнего дня был действительно важный отчет. Мы за ним следили, мы ждали эту статистику, это данные по индексу потребительских цен, потому что понимаем, что для ФРС, я думаю, что это ни для кого не новости, именно инфляция является ориентированным для принятия решений об ужесточении политики. Оценивая прогнозы, мы сразу рассчитывали на то, что они будут оправданы, потому что, может быть, с некоторой долей предвзятости мы относимся к доллару и верим, я, по крайней мере, в то, что американская валюта будет расти. И я не стал транслировать какие-то пессимистичные настроения в плане статистики, отметив то, что, скорее всего, прогноз будет оправдан, и инфляция действительно в возрасте. 0,1% по прогнозу было, то есть рост 2,1%, в годовом выражении до 2,2%. И, соответственно, можно было рассчитывать, что даже скромного прироста должно было бы оказаться вполне достаточно для того, чтобы американская валюта выросла, потому что рост инфляция потребительских цен снова вернет на рынок разговоры о возможности и вероятности даже четырех повышений процентной ставки. И, собственно, по статистике, действительно, данные оказались такие, как и ожидали. 2,2% в годовом выражении с 2,1%. Но вот в месячной оценке небольшая просадка с 0,5% до 0,2%. И первая, опять же, реакция рынка – это распродажи доллара. И первые выводы, которые делали аналитики, о том, что именно отчет по инфляции в месячном выражении, который просил, и стал причиной слабого доллара. Ну, почему? Потому что, если инфляция растет не так динамично, как прогнозируется, значит, может быть, и уверенность представителей ФРС будет подорвана, и они уже с меньшим оптимизмом станут отзываться о перспективах экономического роста, и с меньшей охотой будут голосовать за многократное повышение процентной ставки в этом году. Я признаю то, что логика в таких выводах есть, но согласитесь, что если бы она была определяющей для рынка, скорее всего, мы бы увидели вчера рост американского фондового рынка, потому что если снижается вероятность четырех повышения процентной ставки, значит, и уходит с рынка один из негативных моментов для фондового рынка, значит, американский фондовый рынок должен был воспрять, и тот же самый СНП, прицелить банку в 2800. Но этого не произошло. Американский фондовый рынок снова стивился, потеряв СНП. Я считаю, что это вообще основная бенчмарка фондовой секции. Около 50 пунктов, и сейчас этот инструмент торгуется на отметке 2767. Мы настраивались на то, что американский фондовый рынок может просесть, и, собственно, такая динамика и была проявлена на рынке. А вот что касается истинных причин, то здесь я нашел сразу несколько, почему, собственно, американская валюта просела, и почему негативная динамика развилась и в рамках фондовой секции США. Первая причина, она с отноской, скажем так, на фундамент из Японии. Может быть, кто-то из вас знает, если нет, будете знать то, что в последние дни активно обсуждался скандал, который случился в верхних эшелонах власти. Опять же, увлечая министра финансов Японии в том, что он сознательно, разумеется, в своих интересах, в собственных интересах поделал документы по продаже значительных участков у государственной собственности с колоссальным дисконтом. И, правда, история умалчивает, о какой выгоде лично для него идет речь. Но я думаю, что все мы, люди свои мыслящие, можем понять, что к чему. Почему это негативный фактор для, собственно, геополитического фонда? Почему это фактор, когда мы можем сказать о повышенном спросе на защитные инструменты, и, в частности, на японскую? Ну, потому что, если дело дойдет до отставки не только министра финансов, но еще ряда его ближайших соратников, то, может, казаться так, что ниточки приведут и премьер-министра Японии Синзаба, который долгое время для нас был лоббистом и деньгами экономической политики. Ну, даже если опустить связь Синзаба с монетарной политикой, просто мы должны понимать, что если в отставку будет вынужден нападать даже сам Синзаба, из-за этого случая, конечно же, это серьезный политический риск, который иначе и не может быть отыгран на рынок, кроме как через покупки защиты и распродажи того самого доллара, в туэте доллар японской. Это первая причина. Считаете ли, что она не так уж и существенна, и так интересна? Вы вправе так думаете. Тогда я предлагаю вам о следующей. Это кадровые перестановки, которые продолжаются в администрации Трампа. Собственно, Трамп сообщил в своем твете, ну, может быть, сам источник подачи информации не имеет значения, но, в общем, с паста госсекретаря был снят Рекс Тиллерсон, и на его место пришел Майк Помпел, который ранее возглавлялся на ранее разведывательное управление, то есть СРУ США. На место Помпел назначили Хаджейну Хоскел, которая стала первой женщиной на таком посту. Теперь, почему эти кадровые перестановки продолжаются? Это очень большой вопрос. Что мы знаем, кстати, о Тиллерсе? Он возглавлялся на Мойду. Это тот человек, который получил орден дружбы от российской стороны, правда, было довольно-таки давно. И мы знаем от Тиллерсина то, что в последнее время очень сильно расходилась их публичная оппозиция, публичная, то есть мнение, которое транслировалось в средства массовой информации. И по многим вопросам, которые касались в том числе Северной Кореи, касались в том числе России, снова здесь заговорили о поиске российского следа, и, может быть, Трамп, который пытается откреститься от этого клейма, которое на него повесили после еще выборов, что его победа в том числе связана с активностью и российских активистов, и политических сил. Он сейчас активно, собственно, чистит ряды и разрывает отношения с людьми, которые могли бы каким-то образом бросить тень, скажем, на его фигуру. Но неприятная тенденция складывается в плане того, что он приближается сейчас к себе исключительно лояльных к себе людей. Ну, это правильно, с одной стороны. Но, с другой стороны, это люди, которые никогда не скажут что-то против. Это люди, которые не выскажут свою отличающуюся точку зрения. А это значит то, что все вот эти идеи, которые многие, на мой взгляд, по некоторым вопросам, как со сумасгодными, со стороны Трампа, они приобретают, как бы, второе дыхание и могут быть реализованы. В прямом смысле, потому что нету тех, кто возразил бы сейчас Трампу. Поэтому сам факт вот этой кадровой чистки, которая продолжается, изменения, которые произошли, на мой взгляд, тоже готовит нас к каким-то интересным решениям, которые будут озвучены в ближайшее время для Трампа. И, скорее всего, это снова будут интересы, которые, точнее, решения станут лоббировать только, на мой взгляд, США. Возможно, даже уже не считаясь с интересами глобального рынка и мировой экономики, как это вот было с решениями, касающимися ввода днипортных пошли. Поэтому рынок отреагировал на это тоже спросом на защиту инструмента, потому что растут снова геополитические риски, связанные с неопределенностью. Ну и третий момент, который тоже стал также очевидной причиной продаж доллара и спроса на японскую валюту, это появившаяся информация о том, что Трамп уже на следующей неделе может расширить пакет этих импортных тарифов пошлин на другие страны. И сейчас под прицелом находятся импортные поставки из Китая. То есть, если действительно эти решения будут приняты, друзья, тогда мы должны будем смириться с тем фактом, что доллар не сможет вырасти против японской валюты и смеется ситуация и тренд только в том случае, когда геополитический фон гуляется, успокоится и мы снова сможем сфокусироваться на статистике. Но это не значит, что мы не можем покупать доллар против других инструментов. Можем это делать против риска. Я советую это делать. Кстати, сегодня у нас рыночные продажи, которые в свете, опять же, последних показателей, влияющих на данный потребительский сектор, могут больше обнадежить и уж точно не расчаровать. Поэтому я рассчитываю, что сегодня рисковые инструменты в основном это евро, австралийцы и новозеландец могут оказаться под давлением сильной статистики по рыночной продаже на США. Но вот доллар и японская иена, здесь нужно понимать, что мы отыграть статистику пока не сможем. Доллар Канаде вчера подрос в соответствии с нашими ожиданиями. Кстати, хай составил 1,2983. Мы снова лишь немного не дотянули на нашу цель 1,30. Но опять же, еще не вечер, потому что есть еще большая ставка на потенциал снижения нефти. Почему вырос доллар против канадца? Я думаю, что основная причина, помимо того, что нефтяна снижалась, это еще и выступление Стивена Полоза, руководителя Банка Канады. Мы рассчитывали, что Полоза повторит риторику, которая нужна нам, как продавцам канадца, и наши счеты оказывались верны, потому что Полоз отметил, что отныне Банк Канады будет более осмотрительным в решениях в росте процентных ставок. И следующее решение будет принято ближе к концу 2019 года, то есть фактически Полоз повторил то, что политика сейчас будет нейтрально жесткой. Это то, что нам было нужно. В связи с этим, 1.30 это наша с вами цель. Уверен, что пойдет она уже, возможно, даже в ближайшие часы. Евро против доллара. Сегодня ждем выступления. Сначала драги и у нас открывает эстафету важных комментариев в 11.00, то есть через час 10. Дальше у нас через 45 минут после этого будет выступать Питер Пратта, ну и Ведора Констанцева чуть позже. Ждем комментарий касающийся мягкой экономической политики, ждем восстановления прессинга на евро. И по фунту, друзья, тоже позитив. Вы можете связать его с слабостью доллара, но я считаю, что не в этом дело. фунт вырос на основании того, что главный переговорщик Европейского Союза по опросам правительства про НЕС снова отметил, что стороны готовы больше обсуждать и тщательно искать точки для компромиссного разрешения о спорных моментах. И особенно интересует вопрос сейчас того, чтобы ЕС смогли избежать жесткой границей СССР Ирландии. Это тоже болезненная тема. Между прочим, по-моему, только по этому вопросу за последние много месяцев стороны, которые участвуют в переговорах, так и не нашли какого-то консенсуса. Но, возможно, он будет найден. То есть, хочется отметить, друзья, то, что мы с вами не знали, что эти комментарии могут проявиться на рынке. Я говорил день назад, что новостной фон по Брэйнстону сейчас крайне непредсказуем. И нужно готовиться к тому, что какие-то позитивные комментарии будут поступать, и они непременно станут фактором поддержки для фунта. И еще Министерство финансов по Англии вчера присмотрело прогноз экономического роста Англии с повышением пости и скромным, целых 0,1%, но все равно это прогноз с повышением с 1,4% до 1,5%. И важно отметить, что после сразу того, как эта новость появилась на рынке, фунты воспрят собственно духом и неплохо подросся. 1,3982 сейчас котировки, закрепление выше отметки 1,40, это тоже вопрос ближайшего времени. Из важных событий, ну, вроде бы как проговорили, поэтому ждем, смотрим, как рынок отработает их, как трейдеры проявят себя после выхода и реализации этих событий. Завтра снова с вами 9.30 по московскому времени соберем в своем эфире, чтобы обсудить новостной фон и посмотреть, стоит ли нам менять наше позиционирование по основным валютным парам, сырьевым инструментам и не стоит ли нам отказаться от идеи, которая касается покупки доллара и ослабления большинства рисковых инструментов. С пневником остается только фунт. Друзья, надеюсь, что информация была вам полезна, надеюсь, то, что что-то из этих домов вы используете. Остается только пожелать вам хорошей прибыли на торговой сессии. Ну и до завтра. Всего доброго вам, до свидания.